Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Так уж водится, что человек любит подражать другим людям, превосходящим его в чем-то. Кто-то копирует то, как одеваются модели сезона, кто-то подражает манере поведения известных телеведущих и кинозвезд. Такое подражание может быть как положительным, так и отрицательным. Дети подражают своим родителям и вообще взрослым. Так они учатся жить, входят во взрослую жизнь со всевозможными условностями, правилами и сложностями, которые детям необходимо усвоить. Иногда в подражании взрослых друг к другу тоже есть положительная сторона. Если хороший поступок одного человека или его достойное поведение вызывает желание другого подражать ему, это замечательно. Но если человек делает пластические операции, чтобы внешне быть похожим на известную кинозвезду или копирует ее походку и манеру произношения, несмотря на то, что это его не только не украшает, но даже уродует, конечно же, в этом уже ничего хорошего нет. Но когда человек никак не может дотянуться до своего кумира, он начинает ему поклоняться. Этим он как бы признает, что стоит на ступень или даже несколько ступеней ниже его, и попыток подняться чуть выше не будет. Поклоняются разным людям. Пушкину, так как ни до него, ни после его подобных талантов на Руси не было. Поклоняются Сталину, так как не нашлось другого, способного его остановить, подавить его волю. Но в чем же заключается природа поклонения? Ведь Пушкин не заставлял никого себе поклоняться, а Сталин заставлял лишь бояться себя. В поклонении же присутствует элемент обожествления. Дело в том, что человек устроен так, что по своей природе он должен кому-то поклоняться. Потому что он сам творение, то есть не самое высокоорганизованное существо во Вселенной, как многие думают, и есть кто-то выше его. И этот высший – это Бог, Творец всех людей. Человеческая душа, признавая свою зависимость от более высшего, готова поклониться своему Творцу, Богу. Но у тех людей, которые не верят в Бога, отвергли своего Творца, место Бога в сердце пустует. И они ищут ему замену всевозможных кумиров из таких же, как они сами, людей. Конечно, людей, которые чего-то достигли в этой жизни, которые положительно отличаются от нас, можно и нужно уважать, считаться с их положением и достижениями, но поклоняться им нельзя. Место Бога в нашем сердце должно принадлежать лишь Богу и никому другому. Не случайно ведь первое из десяти заповедей, данных Богом Моисею, звучит так. «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим». Но что произойдет с теми людьми, кто допустил в своем сердце такую подмену? Об этом нам сегодня расскажет доктор Мак Ги в своем повествовании об израильском народе. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению тридцать первой главы. Из нее мы узнаем, как Бог призывает и назначает Веселиила и Аголиава для работ в Скинии, а также о том, как Бог устанавливает в субботу в знак завета с народом Израилевым. Итак, давайте прочитаем о том, как были призваны исполненные духом ремесленники. На первый взгляд, тридцать первая глава отступает от повествования о Скинии, но на самом деле это не так. Она своего рода пауза между принятием закона и наставлениями Бога о Скинии. Моисей провел долгое время на горе Синай, получая наставления от Бога, а народ Израилев, ожидая Моисея, стал проявлять нетерпение. И эта глава рассказывает о ремесленниках, которые создавали Скинию, в особенности об одном из них, который искусно делал необходимые в Скинии предметы обстановки. Я читаю стихи с первого по шестой. И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для ставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Этим людям и их помощникам даны были особое умение и мастерство. Они создавали обстановку Скинии и изготавливали одежды. Дух Божий подготовил их для этого. Возникает вопрос, чем занимался Веселиил до того, как его призвал Бог на создание обстановки Скинии. Я думаю, он был ремесленником, работал с золотом и серебром. Но для работы в Скинии Бог наделил его еще и особым мастерством. Я считаю, человек должен делать то, на что он способен, если Бог не велит ему сменить занятия. Сегодня, однако, я вижу, что некоторые, к примеру, стремятся произносить речи, хотя совсем не умеют этого делать. Я знаю нескольких верующих, которые изо дня в день стремятся быть проповедниками, хотя даром говорить не обладают, и в то же время их настоящие таланты пропадают зря. Я знаю человека, который работает на радиотехническим консультантом, но он почему-то хочет быть диктором. А ведь у него есть свой особый дар, данный Богом, и этот дар он и должен использовать. Когда я только приехал в Нэшвилл работать пастором, ко мне подошел один из диаконов моей церкви и попросил, чтобы я никогда не поручал ему молиться перед прихожанами. «Я до смерти боюсь этого», — сказал он. «На публике меня всегда охватывает страх, и я не могу ничего с собой поделать. Это какая-то болезнь, и я очень смешно выгляжу, когда пытаюсь выступать перед людьми». Он был членом совета директоров крупной компании и признался мне, что никогда не выступал перед людьми с долгими речами. Однако он предложил мне свои услуги в случае, если надо будет выполнить какую-нибудь хозяйственную работу в церкви. Он оказался очень полезным работником, и на него всегда можно было положиться. Вскоре я уже благодарил Бога за то, что у этого человека не было ораторского дара, и он оставался верен тому делу, какое ему поручил Бог. Веселиил мог бы повести себя как один из этих людей, о которых я только что упоминал. Он вполне мог бы сказать, «Господи, я хочу носить такие же одежды, как первосвященники, как Аарон, я хочу служить тебе так же, как он». А Бог ответил бы ему, «Нет, я хочу, чтобы ты служил мне не так». В каком-то смысле, дар Веселиила даже важнее, чем дар Аарона, ибо он был необходим для создания скинии. Бог обычно дает нам дар, который развивает наши таланты. Бог дает нам таланты, но Он хочет, чтобы мы посвятили их Ему. И нам не следует противиться Духу Святому, который будет использовать для Бога нас и наши таланты. Не у всех нас одинаковые таланты. Сегодня в церкви распространено мнение, что если вы не поете в хоре, не ведете занятия в воскресной школе, не выступаете перед людьми, то вам и места нет в церкви. Я же считаю, что Бог дает людям сотни различных талантов для служения Ему. И сам человек должен решить, какой у него дар. Но каков бы он ни был, Бог хочет, чтобы Дух использовал этот дар для служения. В этой главе есть еще один очень важный и интересный момент, хотя многие его часто не замечают. Он относится к субботе, который становится знамением отношений между Богом и Израилем. Суббота дана была человеку сразу после сотворения, и она соблюдалась повсеместно. А в системе законов Моисея Бог сделал субботнюю заповедь одной из десяти заповедей для народа Израилева. Таким образом, Бог дает ясно понять, что суббота касается только народа Израилева. Прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдаете, ибо это знамение между мною и вами вроды ваши, дабы вы знали, что я, Господь, освящающий вас». Суббота была дана только Израилю, и ни в коем случае не церкви. Когда меня спрашивают, а когда перенесли субботу на воскресенье? Я отвечаю, что ее никто никогда не переносил. Мы не соблюдаем никакого обряда, связанного с субботой, одним из дней нашей недели. В этот день Христос был мертв. Мы же служим не мертвому, а воскресшему Христу. В воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых, и церковь с самого начала собиралась в этот первый день недели. Именно в этот день родилась церковь. Пятидесятница совершилась в день, следующий за субботой. Сначала суббота дана была всему человечеству, но человек отвернулся от Бога, и тогда Бог дал субботу только Израилю. Прочтем 14 стих 31 главы. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот добудет предан смерти. Кто станет вону и делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Хочу спросить у тех, кто утверждает, что соблюдает субботу. А всегда ли они ее соблюдают? А из тех, кто ее все-таки не всегда соблюдает, многие ли преданы смерти? Прочтем далее 15 стих. «В шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя», посвященная Господу. «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». В Израиле того, кто работал в субботу, камнями побивали до смерти. Прочтем 16 и 17 стихи. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Эти стихи ясно говорят, что субботу должны были соблюдать только израильтяне, а не церковь. Израильтяне – земные люди, принадлежащие к первому творению. Церковь же – это новое творение, и соблюдать она должна первый день недели. Теперь давайте перейдем к изучению 32 главы книги «Сход». В этой главе мы прочтем о золотом тельце, о нарушении закона и о ходатайстве Моисея перед Богом. Начнем с золотого тельца, с этой трагедии, которая произошла с народом Израилевым, и в то же время в ней мы найдем одно из величайших учений и откровений нашего Бога. Кроме того, в ней также содержится величайшая молитва Библии. Я читаю первый стих этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Народ решил, что Моисей пропал навсегда, может быть, погиб. А поскольку он пропал, то они захотели сделать себе идолов, богов, которые выведут их из пустыни. То есть они немедленно ударились в идолопоклонство. Вы, быть может, считаете, что Аарон, первосвященник, попытался их остановить? Но не тут-то было. Аарон поддался вольнодумию народа, который пожелал вернуться к своим идолам. Прочтем второй стих. «И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». В то время серьги были символом идолопоклонства, знаком того, что люди все еще служат египетским богам. И вот теперь они должны были принести эти серьги Аарону. Прочтем третий и четвертый стихи. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Невероятно, как быстро они вернулись к идолопоклонству. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы сам не был свидетелем такого вероотступничества церкви, какое не приснится и в кошмарном сне. Прочтем теперь шестой стих. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и принесли жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. Какое безнравственное поведение! Они отошли от Бога сразу же, после того, как пообещали ему, что будут исполнять все его заповеди. Как видим, пока что они не исполнили ни одной. А Моисей тем временем на горе Синай принимает от Бога закон, наставление и план скини. Далее мы находим строки, осуждающие вероотступничество Израиля. Вот седьмой и восьмой стихи. «И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им. Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бог искупил Израиль вовсе не потому, что они были выше, лучше, или, скажем, умнее других народов. Ничего подобного. Бог сказал, «Я знаю, что вы очень упрямы». Об этом мы читаем в девятом и десятом стихах. «И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Какое искушение для Моисея! Бог говорит ему, «Моисей, как было и с Авраамом, я произведу от тебя великий народ, и выполню мой завет с Авраамом». Что же делает Моисей? Он произносит ходатайственную молитву, одну из величайших во всей Библии. Читаю одиннадцатый стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской в силою великою и рукою крепкою». Бог обращает внимание Моисея на идолопоклонство израильтян. Бог говорит, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Но Моисей возражает Богу, «Господи, мне кажется, ты здесь ошибся. Я что-то не помню, как выводил кого-то из Египта. А этот народ не мой народ, а не твой народ, и ты вывел их из Египта крепкую рукою. У меня бы так не получилось. Ты действительно ошибся, Господи». «Вы бы смогли так говорить с Богом». А Моисей смог. Прочтем 12 стих, где Моисей продолжает. «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Моисей говорит Господу, «Ты вывел народ свой из Египта. Но что будет, если ты не приведешь их в землю обетованную? Тогда ведь египтяне скажут, что из Египта ты их вывел, а вот в землю обетованную привезти так и не смог, а ведь они твой народ. И ты обещал привезти их в обетованную землю». Далее Моисей приводит третью причину, побуждая Бога сменить гнев на милость. Прочтем 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Моисей продолжает, «Господи, вспомни Авраама, Исаака и Израиля, ты дал им обещание, ты пообещал умножить их потомство и дать им землю». А вот в 14 стихе мы видим результат молитвы Моисея. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». После того, как Моисей помолился таким образом, карающая рука Бога опустилась. Если бы и мы были честнее в наших молитвах, мы бы получали больше ответов, вернее, больше видимых ответов на наши молитвы. Мы всегда получаем ответ на наши молитвы, но мне кажется, что Бог многим отказывает, потому что мы недостаточно честны в наших молитвах. Далее в этой главе мы читаем о наказании, которое постигло израильтян. Начнем со стихов 15 по 18. И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. В скрижале были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, «Военный крик встани!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Народ израилев веселился. Они поклонялись золотому тельцу и предавались греху. Читаем далее стихи с 19 по 21. Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону, «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Послушаем, как Аарон будет выпутываться. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прочтем 22 и 23 стихи. Но Аарон сказал, «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ. Он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Другими словами, виноват-то окажется Моисей. Народ Израилев решил, что Моисей их покинул. «Вот они и сказали, и сделали золотого тельца». Аарон продолжает в 24 стихе. «И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Заявление Аарона ничего, кроме улыбки, не вызывает. Я уверен, что Моисей и сам изумленно рассмеялся. «Так ты, Аарон, хочешь сказать, что бросил золото в огонь, и оттуда вышел этот телец?» В самом начале главы было сказано, что Аарон вырезал его резцом. А это значит, что сейчас он попросту лжет. Прочтем 25 стих. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его». Распространившаяся в современном обществе распущенность наркотики – дело совсем не новое. Все это можно было обнаружить в тот момент у израильтян, и Моисей очень рассердился. Причем, не забывайте, он ведь только что выступил как защитник своего народа перед Богом. Искренность и настойчивость Моисея завладели Божьим сердцем и заставили Бога опустить карающих десницу. Прочтем 26 и 27 стихи. И встал Моисей в воротах стана и сказал «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левиены, и он сказал им «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Настал самый подходящий момент для того, чтобы Моисей проделал серьезную хирургическую операцию над своим народом и избавился от воцарившегося в обществе греха. Так происходит и сейчас. Если у человека рак, а мне известно не понаслышке, что это за болезнь, то такой человек сделает все, чтобы вылечиться, даже если придется отнять половину тела. Грех – это тот же рак. И Моисей приказывает просто убивать виновных в развращении общества. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как был наказан народ израильский за идолопоклонство. Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok